Доклад называется «Когнитивно-пихиоральная терапия при онлайн-консультировании». Доклад будет небольшой, да, постараюсь кратко изложить основные сплаты когнитивной терапии, каким образом она используется при дистанционном онлайн-консультировании. Когнитивно-пихиоральная терапия охватывает различные психотерапевтические подходы, которые основываются на фундаментальном принципе, согласно которым человеческое мышление является главным определяющим фактором, вызывающий эмоциональные поведенческие реакции. На момент зарождения когнитивно-пихиоральной терапии в 50-60-е годы прошлого века первые подходы были ориентированы на работу, прежде всего, с тревожно-депрессивными состояниями. Но в процессе развития когнитивно-пихиоральной терапии и появления новых моделей когнитивно-пихиоральной терапии стала успешно использоваться при работе с различными видами клинических нарушений. То есть появились модели КБТ при работе с личностными расстройствами, посттравматическим расстройством, даже сейчас есть некие удачные разработки КБТ при работе с психозами. Кроме того, КБТ успешно используется при работе с такими сложными тревожными расстройствами, как генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное тревожное расстройство. Когнитивно-пихиоральная терапия – одно из самых известных направлений во всем мире. можно даже сказать, что оно такое занимает лидирующее положение по различным родам исследованиям. Когнитивно-пихиоральных терапевтов больше всего в мире по направлению. И обычные страховые компании международные в других странах оплачивают лечение прежде всего КБТ. Что важно сказать? Что существует на настоящий момент огромное количество КБТ-направлений, которые так или иначе связаны некоторыми принципами. Первый – принцип научности. Большинство и практически все известные КБТ-направления основываются на строгих научных концепциях. Во-вторых, КБТ-направления пытаются эмпирически доказать эффективность своей работы. То есть у них всегда было большое количество исследований. Третье – КБТ-направление ориентировано прежде всего на клинический подход. То есть работа с симптомами и описание симптомов КБТ-терапии происходит, основываясь на классификации психических болезней ДСМ и НКБ. Что, в свою очередь, привело к распространению и успешному применению данных методов у сотрудников медицинской сферы, психотерапевтов и психиатров. В последнее время появилась еще одна определенная тенденция культивно-бихиоральных направления – это интегративность. То есть современные КБТ-модели успешно интегрируют в себя теоретические положения из других направлений, а также используют техники из других направлений. То есть одно из самых любимых моих направлений, которые я часто использую в своей работе – это схема терапии. является такой интегративной моделью, которая в себя включает и когнитивно-бихиоральную модель, и соединяет в себе принципы психоаналитической концепции, использует техники из гештальт-терапии, работа с образами, ну то есть огромное количество всего. Когнитивно-бихиоральные направления стали одними из новаторов и удачно использовать свою работу при дистанционной психотерапии, в частности в работе с онлайн. Коллега наша из Америки как раз показала очень хорошую программу при использовании КБТ-терапии, как мне показалось, потому что там использовалась визуальная экспозиция, так называемая, при работе с посттравматическим стрессовым расстройством. Все подходы онлайн и дистанционные при КБТ можно, условно говоря, разделить на три большие группы. Первое – это так называемое создание сайтов и интернет-ресурсов, самопомощи, где описаны определенные положения при работе с тем или иным симптомом. То есть, по сути, такие психообразовательные сайты, где клиенты могли бы зайти, прочитать о своем состоянии, попытаться каким-то образом как раз его уменьшить, снизить, но потом по возможности обратиться напрямую к специалисту или на полноценную интернет-терапию. Вторые подходы – это так называемые программы при активном участии в группе специалистов. Что это имеется в виду? То есть, есть определенная программа при работе с депрессивным состоянием, у клиентов есть доступ к определенному веб-сайту, где показаны этапы работы, а специалисты помогают ему соблюдать этот этап, работать с некими моментами, когда клиент не удается выполнить какие-то определенные задания. Ну и данная работа включает интернет-переписку, телефонные звонки, периодически онлайн-консультирование. И третья группа – это прямое интернет-консультирование. Ну, про интернет-консультирование, скайп-терапию рассказывать я долго не буду, это и так, в общем-то, ясно. Что важно отметить? Что наибольшую эффективность дисфункционная ГБТ-терапия показала при работе с такого рода расстройствами, как социальное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и тревожно-фабическое стрессовое расстройство. Ой, тревожно-фабическое расстройство. В своей работе, прежде всего, я работаю с клиентами, которые страдают так называемые социальные тревожные расстройства. Другое дело, что я не беру не всех клиентов, например, клиентов с хроническими процессами или так называемым генерализованным по типам социального тревожного расстройства, где клиента пугают практически все социальные ситуации, он не подходит для такой формы работы. Какие есть противопоказания при БТ-онлайн-консультировании? Это, прежде всего, лица с личностными расстройствами, а также с расстройствами фиктивного спектра тяжелого уровня, где очень важен прямой человеческий контакт поддерживающий. Какие необходимы условия для того, чтобы БТ-терапевту успешно работать в формате онлайн-консультирования? Это, прежде всего, знание клинической психотерапии. Второе – это обладание большим психообразовательным материалом, потому что в БТ-там уделяют большое внимание, то есть статьи, материал по той или иной проблеме, где клиенту необходимо будет с этим справляться. Это основные моменты. Если брать по поводу работы, то существует определенный этап, немножко пытаясь описать, как происходит работа. То есть первый этап – это диагностический и психообразовательный. Клиент объясняется, с какой проблемой мы работаем, как она формируется у него, как у него формируется симптом. Обычно под любое клиническое нарушение существует определенный КБТ-модель, который объясняет, каким образом в рамках когнитивной терапии появляется симптом. Но вот как он развивается и каким образом мы будем с этим работать. Следующий идет коллекционный этап. Сюда включается большое количество техник, в зависимости от специфики работы с клиентами. Но в основном ключевые техники, которые используются, это техники работы с автоматическими мыслями, работы с так называемыми функциональными идеями, работы со специфическим стилем мышления клиентов. Например, люди с социальным тревожным расстройством свойственны очень катастрофизировать ситуацию, заниматься негативными предсказаниями, игнорировать позитивный опыт прошлого, когда с клиентом в принципе не происходило никаких неприятных ситуаций раньше, но он все равно это боится. Также используются в поведенческой технике так называемые образные экспозиции. Мы видели зрительную экспозицию, где клиент сталкивался с пугающим стимулом напрямую. То при работе, например, с чем работаю я, очень хорошо идут техники образной экспозиции, где мы начинаем создавать и обучать клиентов, сталкиваться с этим пугающим стимулом сначала в образах. Кроме того, делаем различные карточки самопомощи, где клиент описывает некие стратегии, как ему действовать в пугающей ситуации. И большое время занимаемся именно подготовкой человека к столкновению с этой ситуацией. Потому что наша основная задача, чтобы клиент с социально тревожным расстройством не включал избежащие поведения, а мог преодолевать сложности и сталкиваться с теми вещами, которыми он изначально боялся. В каком-то смысле конечный результат может быть разный. В принципе, в таких положительных моментах можно увидеть, что клиент, например, не избегает социально тревожных ситуаций, несмотря на свою тревогу. Ну, а в самых успешных вариантах работы, это, конечно, то, что он перестает вообще бояться этих ситуаций, социально пугающих ситуаций. Если говорить про когнитинно-бисферальная терапия, как она представлена в России, то, несмотря на то, что это одно из лидирующих направлений во всем мире, как в нашей стране, когнитинно-бисферальная терапия только начинает свои первые шаги. То есть не хватает нехорошего материала, в том числе психообразовательного, например, который был бы полезен для клиентов, который мог бы описать, например, его клинические симптомы, но совершенно как на нормальном языке. То есть обычно у нас литература либо такая очень совсем медицинская, либо популярная, которая лишь, наоборот, вводит клиентов в заблуждение. Но постепенно развитие когнитинно-бисферальной терапии у нас крайне идет. У нас действительно есть такие значимые лидеры. Это Алла Борисовна Хомогорова, Наталья Георгиевна Горанян. В ближайшее время будет создан сайт Академии когнитивной терапии, где будет очень много полезной информации о различных видах расстройств, информация о самопомощи, которую можно будет смотреть. Все. Спасибо. Спасибо.